МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помост подрядчику придется теперь исправлять в счет гарантийного ремонта. Перголы тоже предстоит, что называется, довести до ума. Это будут не перголы, а, скорее всего, полноценные крыши, которые позволят действительно прятаться от осадков, отдыхать там, прятаться от ветра. На устранение проблем глава дал местной администрации подрядчикам месяц. Кубинка-1 похожа на другие военные городки. Таких объектов на территории нашего округа больше, чем в любом другом муниципалитете Подмосковья. Разбитые дороги, недофинансированное ЖКХ, запутанные тарифы на вывоз мусора. Живое общение с жителями помогает очертить круг наиболее острых вопросов. Договорились, что проведем вместе с жителями большое собрание, такой народный сход, можно сказать. В ближайшее время подготовимся и пройдем по всем беспокоящим людей проблемам системы ЖКХ, дорожного строительства, преобразования самого пространства. Следующая точка инспекции – котельная военного городка. Ее пока не передали на баланс муниципалитета. А зима, несмотря на июль, уже близко. И готовить отопительное оборудование к холодам нужно было еще вчера. Документы еще оформляются, но, тем не менее, уже пора готовиться к зимнему сезону. Из нескольких котов работает только один. Нам нужно как минимум два в рабочем состоянии и два в резерве, для того, чтобы 55 домов жилых не оказались отключенными от тепла. Есть еще время до осеннего сезона. Параллельно будем заниматься оформлением имущества. И наша теплосеть начнет изыскивать и технические средства, и в том числе финансовые возможности, чтобы эти ремонтные работы успеть сделать до наступления отопительного сезона. По дороге в СНТ Кубинка-60 Андрей Иванов завернул на Кубинский велосипедный завод. Знаменитая марка «Стелс» занимает сегодня значительную долю российского рынка. Производство обеспечивает достойной работой более 200 местных жителей. Вы видели там у нас табло, если вы его снимали, да? Там производительность, вот на сегодняшний день было 186 велосипедов в час. Где-то в день мы выпускаем порядка 2000 велосипедов. При том, что предприятие и так работает весьма эффективно, от поддержки местной власти не откажется. Здоровый протекционизм лишним никогда не бывает. Как не бывает лишний и помощь тем, кто сегодня налаживает раздельный сбор мусора. В СНТ Кубинка-60 живут оптимисты. Здесь верят, что недалек тот час, когда они не платить за мусор будут, а зарабатывать на нем. Раньше бутылочка стоила деньги. Но нам неинтересно ее сдавать, потому что нам интересно ее отдать, чтобы у нас ее забрали хотя бы бесплатно. Это уже деньги. Ну, разживемся, разберемся, может быть, еще и будем на этом зарабатывать. Сегодня, несмотря на рост тарифов, СНТ платит за вывоз мусора в два с лишним раза меньше, чем год назад. Этот пример мы будем тиражировать в других СНТ. Буквально в следующей неделе проведем совещание с подрядной организацией. Посмотрим и разберемся в затратах по созданию таких площадок. И попробуем не только в СНТ, но, наверное, в закрытых микрорайонах, таких как Гусарская баллада, например, создать несколько таких точек. Главная цель – показать и жителям, и управляющим компаниям, как выглядит цивилизованный раздельный сбор мусора и какую экономию он может принести. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».